Российский ВКС нанесли удар по позициям террористов, с которых совершались атаки беспилотников по авиабазе Хмеймейм. Провинция Идлиб сейчас остаётся самой напряжённой зоной в Сирии. Как напомнил сегодня замглавы МИДа Рябков, наши западные коллеги прекрасно знают, что без решения проблемы Идлиба нормализации в Сирии не будет. Александр Билибов продолжит. Это кадры огневого поражения самолётами российских ВКС объектов террористической группировки Джабхата Нусра в провинции Идлиб. В этих с виду неприметных бетонных постройках находились цеха по сборке ударных беспилотников, а также склады со взрывчаткой, которая использовалась при изготовлении взрывных устройств для этих самых дронов. В боевой операции участвовали четыре самолёта ВКС России, пара многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и как минимум один многоцелевой истребитель Су-35С. Именно они высокоточными боеприпасами и нанесли точечные удары по объектам террористов в Идлибе. При этом в Минобороны особо подчёркивают, и это отчётливо видно на кадрах, удары наносились по отдельно стоящим сооружениям и не представляли никакой угрозы для мирного населения и гражданской инфраструктуры. Все удары российской авиации наносились исключительно по выявленным и подтверждённым по нескольким каналам объектам террористических группировок, расположенным вдали от населённых пунктов. Самодельные боевые беспилотники-террористы использовали для атак на населённые пункты провинции Хама и Алеппо, а также на авиабазу Хмимим. Только за прошлый месяц штатными средствами ПВО российской авиабазы обнаружено и уничтожено 47 беспилотников. Последняя атака дронов была зафиксирована 4 сентября. Летательные аппараты запускались из так называемой зоны деэскалации Идлиб. По мере освобождения Сирии от террористов по гуманитарным коридорам туда, по договорённости с официальным Дамаском, эвакуировались нежелавшие сложить оружие боевики и члены их семей. Больше трёх тысяч человек из Хомс, около десяти тысяч из Алеппо и почти столько же из пригородов Дамаска, района Восточной Гуты и лагеря Ермук. Сейчас в зоне деэскалации Идлиб только боевиков Джабхата Нусра насчитывается около десяти тысяч. Идлиб сейчас остаётся самой напряжённой зоной в Сирии. Тем временем в освобождённой от бандформирования района страны возвращается мирная жизнь, а вместе с ней и беженцы, что были вынуждены спасаться от войны. Только за минувшие сутки из-за рубежа вернулись 260 человек. Александр Билибов, Вести. Субтитры создавал DimaTorzok